Продолжаем наш доклад. Константин Волков сейчас выступает. Давайте поаплодируем. Костя расскажет, что такое время у менеджера. Так что давайте еще раз встретим. Всем привет. Раз, раз. Слышно? Нормально? Да, всем привет. Меня зовут Константин Волков. Я сегодня расскажу про ошибки в менеджменте. У нас за кулисами поменяем. Со мной еще моя жена, которая ответственна за мой внешний вид. Жену зовут Александра. Я в VP of Engineering в компании… Знаете, первое правило работы в западной компании в России? Нигде не палить название западной компании. Поэтому я просто VP of Engineering где-то. Мы делаем мобильные приложения. У нас миллионы скачиваний и 4,8 оценка в сторах. Так что мы клевые. Кому интересно, я в кулуарах расскажу, что конкретно мы делаем. Но, возможно, название вы услышите со сцены у кого-нибудь другого, от наших клиентов уже, пользователей. Да, себе, соответственно. Я много чего повидал в жизни в менеджменте. Я в IT 16 лет. Из них 12 занимаюсь управлением. И, наверное, последние пять. Я уже менеджер менеджеров и столкнулся с такой проблемой. У нас много в зале менеджеров-менеджеров? Не очень много, но есть. Вот такой вопрос скорее для вас. Что общего между менеджером и жирафом? Ну, да, традиционно долго доходит. Но сегодня о том, что у жирафов нет школ. Никто не учит жирафов быть классными жирафами. Они просто рождаются жирафами, жирафами живут, и вот как-то с жирафами потом помирают. И вот как-то живут своей жирафью жизнь. Так вот, собственно, у менеджеров тоже нет почему-то школ. И они живут свою жизнь точно так же. В какой-то момент становятся менеджерами. И вот как-то живут с этим. Поэтому я занялся обучением менеджеров. В последние четыре года учу менеджеров. И вот поскольку мы сегодня будем говорить снова об ошибках, чтобы менеджерам не было обидно, мы будем говорить про жирафов. Если вы понимаете, о чем я. Поэтому много у нас людей, кто дефицирует себя как жирафы в этом зале. Что-то не очень много. У нас не очень много жирафов сегодня. Наверное, стесняются. Чему учу, собственно? Основной блок обучения стоит в том, чтобы обучить людей конструктиву. По идее, все очень просто. Четыре принципа. Своевременность, адресность, факты и данные и намерение решить проблему. Влезают на один слайд. По идее, можно легко выучить и применять. Применяйте, жизнь ваша сразу наладится. Менеджерская сразу станет прекрасной. В теории. На практике это довольно большой блок обучения. Почти порядка 40 часов обучения, включая в себя теорию, практику и домашние задания. И на выходе люди, когда видят это сначала на входе, говорят, нифига себе, как много. Сколько 40 часов этому учиться? Что там делать-то? Выходя с занятий, они говорят, что-то 40 часов маловато. Мы вот только начали понимать, что здесь происходит. Можно ли нам еще столько же? Потому что оказывается, все не так просто. И вот поговорим сегодня. Сегодня расскажу о некоторых инсайтах, которые возникают в процессе обучения у людей. Хочу поделиться, что интересно люди оттуда выносят. Сегодня поговорим только про один принцип из конструктива, принцип своевременности, который звучит так. Обсуждаем тогда, когда нужно обсуждать. Вроде бы все очень просто. На деле я на полчаса рассказываю. Очень люблю космические оперы, знаете, где персонажи встречают каких-нибудь инопланетян и пытаются им втолковать, что у нас здесь происходит на Земле, а им совершенно непонятно, что здесь происходит. Очень им помогает при обучении менеджеров. Прямо такие инсайты для людей, прям формулировки, что надо оттуда. И вот там есть отличная история. Про такой вот народ, который называется баджорцы. Это из Стартрека. Которые поклоняются божествам под названием пророки. Вот у них там есть всякие свои артефакты. И эти пророки спускают им, естественно, пророчества. И пророчества сбываются, поэтому им поклоняются. И один из капитанов решил выяснить, что это такое. Выясняет, что это другая раса инопланетян. И познакомившись с ним, выяснил, что фокус весь в том, что эти инопланетяне, они обладают нелинейным восприятием времени. То есть для них будущее, настоящее, прошлое, для них все едино. Поэтому с пророчествами у них все замечательно. Они просто, так сказать, входят туда, возвращаются и рассказывают, что там случится-то. За это прослыли божествами, им поклоняются. И при встрече с ними, значит, он, капитан, они спрашивают, слушайте, а вы вот с линейным восприятием времени, это как вообще? Ну и капитан им рассказывает, что очень как раз полезно для обучения менеджеров, что у нас есть прошлое, и прошлое мы никак изменить не можем. Есть будущее, и что в будущем случится, мы не знаем. Мы, вот, существа с линейным мышлением, мы существуем только в настоящем. Ни будущее, ни прошлое нам, по сути, недоступно. И те такие подумали, и подумали, и говорят, интересно, это вообще невозможно так существовать совершенно. Подумав еще, говорят, слушайте, а вы же опасные ребята. И тут почему? Говорят, если вы не знаете будущего, как же вы можете отвечать за свои действия? Потому что вы не знаете, каким последствиям ваши действия приводят. И вот интересный вопрос. А что такое ответственность тогда, если мы не знаем, чем закончится наши, какие последствия возникают от наших действий? Есть у кого-нибудь гипотеза? Предположить. Ну, то есть, угадать. Да, а как предположить? Да. Да. Да, и тут, собственно, возникает что? Мы прогнозируем наше будущее, опираясь на прошлое. То есть, мы берем опыт из прошлого, и на основании того, каким в прошлом последствиям приводили наши действия, можем предполагать, каким последствиям приведут они в будущем. В чем подвох этого подхода? Да. Да, черные лебеди, да? То есть, мы можем прогнозировать только те последствия, которые в прошлом случались. Те последствия, которые в прошлом у нас не случались, мы предвидеть не можем, потому что как? Вот самый мой любимый, наверное, пример из практики. Такую историю я в IT 16 лет, и сказать, сколько раз я видел людей, которые диплоят в пятницу. И вот каждый раз происходит один и тот же диалог, и рассказываешь о том, что нельзя диплоить в пятницу. Ну, ты же знаешь, все знают, что нельзя диплоить в пятницу. Пожалуйста, хватит. И чувак говорит, да слушай, я сто раз так делал, что будет-то? И вот это проблема на самом деле, потому что он действительно сто раз так делал, да? И в практике каждый раз все заканчивалось хорошо. И как объяснить человеку, что в будущем что-то произойдет не так, до тех пор, пока оно не случится, да? Как-то хочется до этого озаботиться. Единственное, что, конечно, помогает, объясняет, что, чувак, мы не пророки, да? Мы не вот эти существа, которые точно знают, что случится. Ты не знаешь, и как бы нужно предпринимать какие-то разумные меры предосторожности. Даже если в прошлом у тебя ничего не случалось, ты не можешь знать, что он никогда не случится. Ну, да, черными лебедями надо знакомиться тоже периодически. Что еще? Отличная иллюстрация, в принципе, что такое вообще линейное существование, в чем его смысл. Мы как-то об этом обычно не задумываемся. Но вот сегодня об этом. Вот футболист стоит перед мячом, да, и собирается ударить. И дальше, когда он ударит по мячу, что угодно может произойти. Может ветер подуть, нога соскочит, воротарь прыгнет в одну сторону или в другую. Никто не знает. Будущее неизвестно. И в конечном счете все, что... Да, у вратаря есть куча... В смысле у футболиста есть куча опыта из прошлого, на основании которого он пытается учесть различные факторы, задать какую-то стратегию, предугадать движение вратаря. Но в конечном счете все, что он делает, это просто бьет по мячу и смотрит, что получится. И в этом, в этой метафоре весь смысл нашего линейного существования. Все, чем мы в жизни занимаемся, мы просто бьем по мячу и смотрим, что получится. Что во всей этой истории еще важно, это то, что... Там на заднем плане есть еще ребята, которые за этим всем наблюдают. И они сюда пришли исключительно за по той и простой причине, что неизвестно, что произойдет. Потому что если было бы известно, они бы сюда не пришли. И в этом тоже важный аспект, связанный с тем, что для нас крайне важно не знать, что произойдет. Потому что наша жизнь от этого крайне страдает. Потому что вот он ударит один раз, другой, третий, да, и удар с ударом, игра начинает приобретать форму. Эти удары начинают складываться в длинную историю, за которую, собственно, мы пришли посмотреть на футбольный матч. За этим же историей мы ходим в кино, в театр, сами занимаемся спортом. Мы приходим сюда послушать доклады, потому что мы не знаем, что здесь расскажут. И в этом крайне важная штука. Многие сейчас задаются вопросом о том, а как жить в нашем современном изменчивом мире, когда ты каждый день не знаешь, что случится завтра. А вот так. На самом деле вам крайне важно не знать, что случится завтра, потому что иначе ваша жизнь станет гораздо хуже. Несколько примеров из практик. Мыслительный эксперимент проведем. Представьте, что вы сейчас узнаете, что через пять лет вы получите e-mail, в котором будет написано, что вы сын арабского шейха. И этот e-mail окажется правдой. Вы в один день, через пять лет, сказочно разбогатеете, и вы узнаете об этом сегодня. С точностью до 100% наверняка. Вот мы ничего не можем узнать, а вот это вы узнаете. Точно через пять лет вы станете сказочно богаты. Что с вами случится? Да, мы будем ждать этого момента. И все эти пять лет, на самом деле, станут достаточно паршивыми, потому что нет смысла строить карьеру. Нет смысла зарабатывать деньги, копить на квартиру. Нет смысла даже в отпуск ехать. Зачем вы поедете там в какой-нибудь Кипр, когда вы можете поехать через пять лет, туда с полным фаршем. А вот сейчас получится, как бы вы поедете в отпуск. Ну, типа, а мог бы через пять лет поехать, уже по-другому, да? И вот это будущее через пять лет для вас становится настоящим, да? И через пять лет, когда это богатство вам нагло наконец-то упадет, вы скажете, ну, наконец-то, соизволил, это уже обождался тебя, когда ты придешь ко мне. Не будет вот этого ощущения счастья. Конечно, совершенно другая история, если он свалится к вам наглую неожиданно. В этот момент, конечно, вы станете счастливы, вот этого всего мучительного не будет. Что интересно, даже если будущее вас ждет печально, знать вы о нем тоже не хотите. Потому что представьте, если вот эти ребята сейчас осознают, что произойдет через пять минут. Их следующие пять минут будут наполнены ужасом и осознанием происходящего. Поэтому для нас крайне важно не знать. это немножко философия. Давайте поговорим про практические кейсы из переговорной практики. Сейчас будет пару слов, от которых опытным жирафам будет больно. Так что предупреждаю, приготовьтесь. Кросс-командное взаимодействие. А, без ножа режет. Да, и вот история, значит, два жирафа. Один жираф другому принес задачку на квартал. Значит, у первого жирафа есть квартальная цель. Для этого им нужно с другой командой сделать задачку. Он ставит им задачу и уходит. Через две недельки задача попадает в работу. Как это ни странно, да, обычно так не бывает. Она попадает в работу. Что-то в задаче непонятно, как это часто бывает. В комментариях оставляют несколько вопросов, а человек, который должен был на них ответить, ушел в отпуск. Ну, потому что лучше в начале квартала идти, да, в отпуск, чем в конце. Все правильно сделал. И ответа не поступило. Ребята порождали неделю, порождали две, ответа не пришло, но они закрыли задачу как вонду. Что с ней еще делать? Приходит конец квартала, значит, первый жираф охватывается. Где задача? Она ходит ее в трекере, она закрыта и не сделана. Ну, соответственно, дальше начинается интересный разговор, да, о том, что первый жираф приходит к другому с вопросами, как же так, задачу 2,2,2, я вам поставил ее вовремя, вы ее закрыли, не сделали, мне не сказали, и как вообще, что за фигня такая, да? По опыту, такие переговоры могут длиться спокойно около часа, как минимум, и ничем полезным не заканчиваться. Собственно, в этой истории так и случилось. Гипотеза, что пошло не так? Нет контрольных точек. Нет, а вот сейчас, мы оказались уже вот здесь, в этой ситуации, задачи 2 месяца назад закрыты, не сделаны. И мы пытаемся это как-то обсудить. И что? Что делать? Любимый вопрос. Дальше-то что? По опыту, собственно, переговоры проходят не очень успешно, потому что неправильно, где-то, наверное, 75% переговоров проходят не очень успешно, по причине того, что тема переговоров выбрала неверно. Всегда есть какая-то формулировка, которую мы выносим на обсуждение, и вот секрет в том, что выбрать ее правильно. В данном случае формулировка вот такая. Нужной мне задачей 2 месяца назад была закрыта, и мне не сообщили. В чем проблема с этой формулировкой? Она в прошлое. Задача была не сделана 2 месяца назад. И когда мы пытаемся такую формулировку вынести на обсуждение и как-то обсудить с обещанником, это практически вот такая история. Мы пытаемся пространственно-временной континуум разорвать, вернуться туда в 2 месяца назад и там что-то с этой задачей, с этой ситуацией сделать. А это невозможно. Мы не умеем перемещаться в прошлое. Мы только в настоящем существуем. И, конечно, вот этот разговор приходит очень болезненно, потому что боль, разрыва пространственно-временного континуума, она такая, довольно существенная. Да, и, собственно, вся проблема в этих словах, да, 2 месяца назад. Что можно сделать с этой формулировкой, чтобы перенести ее в настоящее? Уже неплохо. Мне нужно ждать через месяц. Ну, вообще уже там через неделю, да, на самом деле. Да, давайте, собственно, перенесем формулировку в настоящее. А в настоящем у нас есть несделанная задача. И, в общем-то, все. Да, возможно, у нас еще опциональная такая проблема, которую часто вспоминают, что, возможно, здесь проблема с коммуникациями еще, но тут надо уточнить. Вот один раз это такое произошло два месяца назад, или постоянно происходят такие закрытия задач без должной коммуникации. Но если нет, то, скорее всего, у нас все, что у нас есть, это действительно просто несделанная задача. И в такой формулировке с ней, с этой ситуацией очень понятно, что сделать. Задачу просто надо пойти и сделать. И тут даже обсуждать на самом деле ничего, да? Но пока мы не переносим формулировку в настоящий, разговор может длиться бесконечно. Собственно, это просто часовая встреча, или, знаете, если еще в текстовой переписке это происходит в чатах через несколько часовых поясов, в принципе, можно неделю обсуждать, как же так получилось. Но фокус-то в чем? Стоит перенести формулировку в настоящий, и задача становится максимально простой. Обсуждение максимально просто решается моментально. Несколько советов, да, если вы оказались в таком переговорном сценарии, если, как понять, что вы оказались на месте первого жирафа, который пытается пространство временной континууму разорвать. Самый простой признак это то, что ваш собеседник начал оправдываться. Если вы услышите, что ваш собеседник оправдывается, это верный признак того, что вы пытаетесь что-то в прошлом там обсудить. Просто прекратите это делать, объясните человеку, что нет, давайте перемещемся в настоящее и обсудим, что у нас сейчас есть. Если не получается сходу, лучше выйти из разговора, пойти подумать, что вы говорите не так и почему вы оказались в этой ситуации, и вернуться к разговору еще раз. Это хороший способ. Второй способ, если вы оказались с другой стороны разговора, когда к вам приходят собеседники, которые пытаются вас атаковать в прошлое, выяснив, что вы там два месяца назад сделали не так. Во-первых, конечно, важно понять, что у человека в этот момент испытывает боль, потому что он пытается пространство временной континуум разорвать, это больно. Ему нужна помощь, потому что один с этим не справляется. В принципе, можно толпой навалиться, тоже не поможет. Что поможет? Очень рекомендуем о предыдущем выступлении в прошлом году на Катфесте про токсичность. Там есть такой замечательный инструмент, как разговорные формулы, которые неплохо помогают с такими ситуациями, работой с агрессией и токсичностью. Но конкретно для этого случая есть отдельная разговорная формула. Это, во-первых, нужно признать, что случилось в прошлом, и признать это в формулировке фактов. Обязательно, не оценочных суждений, не надо говорить, что кто-то плохо поступил, еще что-то. Есть какие-то факты, которые в прошлом произошли. Задача была закрыта и не сделана. Очень простой факт, который очень просто признать. И да, это случилось, ок, а что мы с этим фактом в прошлом можем сделать настоящим? И как-то перетащить он все-таки сформулировал проблему иначе. Что важно во всей этой истории? В такой ситуации важно не обсуждать прошлое ни в какой форме. Потому что любое обсуждение в прошлое, там ничего не поменять. Проблемы, все проблемы, которые существуют, существуют только в настоящем, обсуждать их надо только в настоящем. Любая попытка обсуждать их в прошлом, она неконструктивна и ведет ко всем странным обсуждениям. Да, соответственно, прошлое обсуждать нужно. Как мы помним, мы можем прогнозировать будущее, исходя из опыта прошлого. Но этот опыт из прошлого надо извлекать, сам он собой не образуется. Для этого есть целый набор инструментов, такие как рефлексия, ретроспективы, анализ гипотез, проведенных, целый ряд разных инструментов. Но что важно, разносить процесс решения реальной проблемы, которую вы хотите решить, и ретроспективу. Собственно, проблема в том, что чаще всего мы пытаемся их смешивать, разобраться, как же так получилось, и одновременно проблему решить. Но это так не работает. Можем либо разобраться, как так получилось, либо решить проблему. Основная проблема, да, потому что мы смешиваем. Настоящее. Собственно, в чем проблема в настоящем? А в настоящем у нас все замечательно, все проблемы, которые существуют, только в настоящем. Поэтому здесь все. И вот там для примера такая история. Снова два жирафа. Значит, снова один другому ставить задачку в квартал. Но в этот раз второй жираф отвечает, знаешь, что-то у нас плотно, там сейчас все забито. Давай мы с тобой через месяцок обсудим возможность сделать эту задачу. Сейчас пока не получается. Собственно, в чем проблема? Я называю проблемой бэклога. Кто знает, в чем проблема с бэклогом в данной истории? Он в прошлом? Ну, не, бэклог, он весь в будущем, в общем-то. Мы еще пока ничего не сделали из бэклога. Он турбулентный растет, да, и мы не можем предсказать, а что будет в будущем с бэклогом. И вот когда мы в такую ситуацию попадаем, мы обычно как думаем, что вот наш бэклог, вот наша задача там внизу, сейчас она никак не попадает, и мы думаем, что будет вот так. Значит, будет первый спринт, сделают две задачи, будет второй спринт, сделают две задачи, и вот к третьему спринту до нас доберутся, и мы пойдем в третий спринт, его у нас тоже сделают. Не знаю, сколько у нас здесь опытная аудитория, но я слышу уже усмешки на эту тему, потому что, конечно, так не будет. Никогда вообще, ни разу не видел, чтобы так было за 16 лет практики. Значит, будущее невозможно предсказать, да, но я попробую из опыта рассказать, как это обычно бывает. Значит, обычно вот наш бэклог, и что с ним произойдет? Первую задачу сделают, третью тоже сделают, а вторую, четвертую нет. Притом сделают почему-то пятую, которую делать вообще не планировали. Да, естественно, все слышно в опытных людей, так и будет, стопудово. Значит, вот что останется после двух спринтов, а потом случится следующее. Ух! Потому что внезапно прилетают еще задачи, ведь бэклог так работает, задачи туда поступают постоянно. И что на выходе? Ваша задача осталась ровно там же, где и была в самом начале. Ничего не поменялось. Только месяц прошел, да? Вот. И вы снова там же. Это практически наверняка так и будет. Собственно, опытные жирафы об этом знают. Поэтому у них припишена вот эта фраза «давай созвонимся через месяц» и посмотрим, что с этим можно сделать. То есть, в принципе, можно понимать, что эти слова значат «давай созвонимся никогда». Если вас устраивает, вы, конечно, можете согласиться. Значит, да, что с этим делать? Здесь было место для интерактива. Значит, собственно, ситуация становится максимально простой, да, очень непонятно, что делать с ситуацией. В будущем поменяется, бэклог меняется. Совершенно непонятно. Как вообще? Но все становится максимально просто, если вы переносите проблему в настоящее. А в настоящем есть всего две опции. Либо вы делаете задачу, либо вы ее не делаете. И все. Никакого будущего бэклога, спринтов, вот этого всего в настоящем не существует. И когда у вас переформулируется проблему так, сразу становится все просто. Либо вы должны поднять задачу-приоритет каким-то образом, чтобы она попала в работу, ее начали делать. Либо вы получаете ответ, что задача в работу не попала, значит, мы ее не делаем сейчас. И вы должны корректно это обработать. У нас вроде тут жирафов не очень много, но совет больше, это жираф, вы должны скоммуницировать со всеми заинтересованными, что задачу мы сейчас не делаем. И в этот момент, возможно, кто-то, кому она очень нужна, где-то еще, подсуетится, поднимет ей приоритет, и она в работу таки попадет. Но чаще всего жирафы делают такую, ну, давайте через месяц созвонимся. И все, на этом как бы ситуация зависает, проект зависает, все встает, как бы и непонятно, что дальше. И через месяц, соответственно, разговор снова повторяется. Будущее. Еще пару слов о будущем. Пара болезненных слов у опытных жирафов снова сейчас зашевелиться. Волосы. Квартальное планирование, ребята. Не знаю, у меня тоже зашевелилось, вы не видите, у меня просто на голове их нет? Уже. Но у меня тоже зашевелилось, просто не на голове. Много жирафов. Они собираются вместе в начале каждого квартала и проводят какие-то волшебные ритуалы. И в конце этих волшебных ритуалов вниз спускаются пророчества. В этих пророчествах написано, что мы сделаем в следующем квартале. Как мы это сделаем? Какие метрики у нас будут в конце следующего квартала? Сейчас уже звучит смешно, да, в контексте предыдущего? Но на работе почему-то нет, да? Да, собственно, в чем проблема, да? Проблема в том, что мы не знаем будущего. Нет, мы не пророки, мы не инопланетяне с непространственным этим мышлением, которое может сказать, а что будет в конце следующего квартала. Если как-то в прошлом мы еще пару лет назад тешили себя какими-то иллюзиями относительно того, что можно предсказать, то вроде за последние пару лет все убедились, что это абсолютно невозможно. и как-то начали к этому привыкать. Собственно, да. Что не так? Сейчас, секунду. Да. И по опыту проектной жирафами, случалось руководить и проектной жирафами, очень страдают от этого, потому что, говорит, мы пишем планы, которые никогда не случаются. Прямо вот никогда. Реальная история, человек, который написал 10 планов, ни один из них не случился. Ну, то есть проект двигается, он в итоге был сделан, но ни один из планов в том виде, в каком он был сформулирован, не произошел. Я не понимаю, зачем я здесь. Ну, то есть я вот пишу эти планы и зачем? По опыту ни один руководитель проектной жирафов не смог нормально, внятно ответить на этот вопрос. Лучшая формулировка, которую я слышал, звучит вот так. План ничто, планирование все. Ну, то есть смысл в процессе, не в результате. Смысл не в том, чтобы план был, который случился, а в том, чтобы процесс поддерживать. И, как ни странно, людям от этого становится легче. Я прям видел людей попускать. От этого я в какой-то момент взял формулировку на вооружение, она оказалась очень эффективной в том, чтобы поддерживать проектной жирафы в форме, чтобы они сразу, работа бессмысленная, сразу выгорают. Вот. Но в чем проблема с этой формулировкой? Нет? Нет идей. Планирование не в цели. Да. Только путь. Она не устроит других жирафов. Ну, устроит, да. Но проблема в том, что такой путь, да. Это какая-то религиозная система, да, в которой результат не важен, важен процесс. Но смысл-то в чем? Что-то чушь, не бывает так. Процесс существует исключительно ради того, чтобы приносить результаты. Если ваш процесс существует только ради процесса, значит, что-то с ним кардинально не так. Значит, поэтому неизбежно большие проблемы с таким подходом. Значит, что делать? Да. Лучшая формулировка, которую я слышал, на самом деле, про планирование. А планирование – это самый важный, наверное, процесс вообще в разработке. Значит, это формулировка доктора Адизиса. Что смысл планирования – это в том, что мы делаем сегодня для достижения наших будущих целей. И тогда, во-первых, это формулировка хорошо тем, что она сформулирована настоящая в конце концов и не пытается предсказывать будущее. А во-вторых, объясняет, зачем мы вообще пишем эти планы. Мы их пишем для того, чтобы сейчас было понятно, а что сейчас наши команды должны делать, чтобы нужные результаты случились. И вот почему-то никто этого не понимает. Это вообще волшебная загадка на самом деле, хотя формулировка известная и простая. Но возвращаясь к квартальному планированию, не очень понятно, что же с ним идет не так, исходя из этого. Вибрирует эта штука. Что мы пытаемся обычно сделать? Мы пытаемся, во-первых, предсказать, что будет в следующем квартале, что совершенно невозможно. А во-вторых, каких результатов мы достигнем. Мы любим давать коммиты. Менеджмент очень любит коммиты. Коммиты – это то, что случится обязательно. Вы прям косме ляжете. Что делать? Как это все перенести в настоящее? Это вопрос. Во-первых, хороший подход – это гипотеза. И понимать, что мы не предсказываем в будущем, мы пытаемся выдавить гипотезы относительно того, как оно случится, и мы эти гипотезы проверяем. И вот продукты с этим хорошо знакомы. Вот разработчики не очень это любят, хотя понимают бессмысленность коммитов. Но есть еще такой интересный лайфхак. Это, во-первых, выбор долгосрочных целей. Значит, насколько долгосрочны должны быть цели для квартального планирования? Годовые, конец квартала, да? Что еще? Нет больше вариантов? Неделю хотя бы? Самый тот квартал запланировать. Три года. Вот на самом деле фокус в том, что квартальные цели должны быть настолько долгосрочными, в смысле, ваши цели для квартального планирования должны быть настолько долгосрочными, чтобы относительно этого расстояния квартал был сейчас. Вот это открытие, да? Никто об этом почему-то не рассказывает, об этом простом элементе, да? И годовых целей, скорее всего, недостаточно. Чаще всего квартальное планирование делают, исходя из годовых целей. Мы как, берем годовые цели, нарезаем их на квартальные, потом делим, и вот как-то так делается квартальное планирование. На деле года на самом деле недостаточно. Вам нужен такой интервал, относительно которого квартал это сейчас. И скорее всего год будет мало. Вот три года это лучший вариант на самом деле. Три, пять лет, кто-то двадцать, кто может планировать на двадцать лет цели себе ставить. Вот такое бывает. Значит, второе, собственно, после того, как мы выбрали эти долгосрочные цели, мы просто выбираем, что мы делаем сейчас в этом квартале и все. Просто пинаем мяч и смотрим, что получится. Да, вот это замечательная фраза. Собственно, что еще? Да, нужно не забывать проводить регулярную ретроспективу, относительно того, как мы движемся. и просто итеративно повторять до тех пор, пока мы не достигнем цели. Да, но обычно мы очень заняты тем, что мы пытаемся будущее предсказать, коммиты соблюсти, выполнить их, потом расстраиваемся, почему они не случаются. Да, call to action. Да, вот у нас время уже закончилось. С чем я хочу, чтобы вы отсюда ушли? Значит, я очень призываю всех пересмотреть процесс планирования. Все, что, не факт, что вы можете с этим что-то сделать, потому что не у всех есть полномочия для этого, но, пожалуйста, топите за это, потому что я не могу на это смотреть. Я работал в большом количестве компаний и, ну вот, ребят, хватит. У меня больше нет. Второе, да, когда вы планируете задачи, помните, да, про то, что вы должны действовать в настоящем. Не пытайтесь предсказывать будущее, мы очень часто мыслим какими-то будущими категориями и обсуждая, обсуждайте в настоящем. Значит, второе, что еще можно сделать, это нужно помнить, что не всегда прошлое становится прошлым само по себе. Некоторые вещи для того, чтобы они отправились в прошлое, требуют произвести какую-то работу над собой. Если вы не заплатили коммуналку, счет за апрель, он с вами будет в настоящем, хотя он из прошлого. Его нужно оплатить. Поэтому призываю пересмотреть свою жизнь, да, как много прошлого в вашей жизни застряло и отправить это в прошлое. Начнете себя чувствовать гораздо лучше. И да, он же помнит, что жизнь-то она сейчас происходит, нет никакого будущего для нас, для ленинных существ будущего не существует. Для нас существует только настоящее, существуем мы только в настоящем. А в будущем тревожиться не нужно. Вот. Все. Несколько полезных ссылок. Очень рекомендую лекцию Талиба и Одизиса послушать с 2019 года, который рассказывает как раз о прогнозировании, о будущем, о планировании. Вот такие вещи, как цитата на экране была. Да, мое предыдущее выступление про токсичность, значит, в разговорном форуме, как работать с агрессией, которые помогут вам приземлять ваших собеседников в настоящее, если они заплутали во времени. И немножко про кристалл-подход. Сегодня об этом не хватило времени рассказать, но он очень помогает как раз с отправлением прошлого в прошлое. Не всегда оно отправляется само. Ну и ссылка на мой паблик ВКонтакте с променеджментом, где я публикую всякие интересные сайты, которые нахожу в обучении. И ссылочка на QR-код, где можно оценить доклад. Да, и лайк, шер, репост, QR-код для того, чтобы похвалить меня за доклад. Вот. Спасибо большое. Так, буквально у нас есть пару минут на вопрос, наверное, несколько вопросов точно успеем задать. Все будут. Так, вижу, вижу, вижу. Я отсюда тогда начну. Спасибо за доклад. Вот квартальное планирование, мы определяем, что будем делать, чтобы достичь цели, которые там через три года, а цели насколько часто обновлять. Ну, вы, конечно, можете, в принципе, цели можно менять хоть каждый квартал, заново выстраивать, в принципе, но будет странно, да, то есть в плане того, что вы не сможете отрефлексировать свой вклад. По-хорошему, вы должны выбирать цели, доделывать и потом назначать новые, но мир меняется, и иногда цели нужно актуализировать чаще, но я думаю, трехлетние цели чаще, чем раз в год, актуализировать будет странно. Спасибо. Здравствуйте, спасибо за доклад. А вот мы говорили, планы не сбываются, а то есть, как бы, может быть, просто жить с тем, что план это какой-то там, то, что может не сбыться, то есть, в принципе, не 100%, ведь можем, если мы как бы принимаем максимум, что план должен сбыться, запланируем, давайте ничего не будем делать, квартал, и у нас этот план 100% сбудется. Ну, это да, я не собирался ничего делать, ничего не сделал, и мой план выполнен на 100%. Может, просто жить с тем, что планы имеют свойство не сбываться, как бы, просто стремиться к какому-то идеалу, но понимать, Только вопрос, зачем тогда планировать, да, типа, в чем смысл? И вот как раз в этом-то и вопрос, а в чем смысл планирования-то, да? Смысл в том, чтобы понять, что сейчас это делается. Вот, как бы… И в принципе, да, надо жить со семьей на того, что они не сбудутся, да, это так и есть, как бы, это, нужно принять, а во-вторых, нужно понять, зачем ты делаешь ту работу, которую ты делаешь. Когда ты понимаешь, что ты делаешь план для того, чтобы сгоординировать действия в настоящем, а, во-первых, ты начинаешь делать его по-другому, потому что ты понимаешь, что смысл, чтобы твои команды были в курсе твоего плана, чтобы там были ответы на эти вопросы для них. А часто их нет. У тебя есть план, а команда не в курсе. Спасибо. Руку в начале вижу. Сначала здесь вопрос будет. Спасибо за доклад. Очень интересный действительно живой доклад. Еще один взгляд на то, что планирование. Я слышал ответ, что планирование нужно для того, чтобы команда всерьез задумалась, вдруг это все-таки придется делать. То есть это намерение превращается в такую попытку оценить, а если эти действия придется делать. А теперь вопрос. Нет, это был не вопрос. Теперь вопрос. Эти два жирафа договорились, всунули в бэклог, реализовали. Приходит к тому, что реализовали не совсем то. Что в такой ситуации? Это получается все равно, надо смотреть в прошлое? Таков путь, во-первых. Но реализовали совсем то, это уже история не про ошибки со временем. Реализовали совсем то, значит, коммуницировали не так, заполнили, донесли до команды не то, может быть, не проверили. Но это немножко уже про другое. И опять же, это наоборот иллюстрирует, вот эту историю, потому что мы просто пинаем мяч и смотрим, что получится. И, знаете, бывает так, что сделали не то, а это, когда скажется наоборот, то, что нужно. Вот такое тоже бывает. Здравствуйте. Спасибо, доклад, Вадим. Ситуация примерно следующая. Ко мне приходит мой руководитель, говорит, условно, надо делать так. Я говорю, не надо делать так, фигня получится. Но он как руководитель продавливает, говорит, делаем так. Проходит время, фигня случается, как я и говорил. Но я же говорил, на что ответ примерно не будем ворошить прошлое, давай думать о том, как решить проблему. Я, конечно, понимаю, что мой руководитель как раз владеет техникой, что не нужно задуматься. А мне-то что делать? Хороший вопрос. Значит, во-первых, очень важный момент в самом начале, когда вы говорите, что случится фигня. Здесь есть важный нюанс, вы не знаете. Запросто может не случиться. То есть у меня тоже не раз была такая история. но я как-то был, не знаю, может, мудрее, да, и не сильно наставил. И не раз наблюдал за тем, что фигня не случалась. По миллиону разных причин, потому что решение оказалось верное. Я что-то не знал, не учел. Или просто вот в этот раз оно получилось. Такое тоже бывает. Просто повезло. Мы так это называем. Те люди, которые говорят, что фигня случится. Во-вторых, ну, действительно, все, что нужно делать, что еще можно помочь? Научиться коммуницировать вот эту будущую фигню. То есть ее нужно обсуждать, как раз делиться своим опытом, что фигня случилась. Нужно уметь рассказать о том, как она случилась, чтобы человек, когда планировал, он мог учесть. И там есть отдельный способ. Это довольно сложно коммуницировать, на самом деле. очень рекомендую Пизишкиана. Пизишкиан, не помню имя, это психолог. Он построил метод психологического, ну, как бы, работы с клиентами на том, что он рассказывал истории. О том, что с одним моим другом случилась вот такая интересная история. И дальше приложение. То есть, в принципе, это помогает, если у вас нет доверительных отношений с своим менеджером, судя по всему, вы находитесь в этой ситуации. Потому что, если бы у вас были, он бы к вам внимательнее прислушался. Но, возможно, стоит рассказать историю не про себя, а про какого-то другого человека, с которым случилась всякая фигня. Очень рекомендую использовать громкие названия компании при этом. Вот так помогает. Последний вопрос, потому что время… Еще, может быть, еще задать вопрос в куларах, никуда не денусь, меня легко найти. Спасибо за доклад. Я, скажем так, не жираф, я полужираф. На пути к нему. И ко мне как раз жирафы приходят и говорят, на задачу скажи, сколько времени будет делаться. Ты ему пытаешься сказать, мы не предсказываем будущее, мы там не оракулы. Они говорят, все классно, а сколько делаться-то будет? Вот что на это ответить, чтобы… Отличный вопрос. Есть хороший ответ. Значит, на самом деле, коммуницировать сроки, об этом почему-то никто никогда не говорит, но коммуницировать сроки надо с вероятностью. Всегда, когда вы называете какой-то срок, вы на самом деле подразумеваете, что этот срок произойдет с какой-то вероятностью. Но вероятность никто не называет. Поэтому нужно говорить с вероятностью, там 80% мы делаем за неделю, а с вероятностью, там 99% это вот столько. Там месяц. Да, вот тут нужно из опыта уже высчитывать, какой у вас опыт, какая самая долгая задача аналогичная у вас была и дольше всего вы делали. Вот так. И не бояться называть вот эти 99% сроки, называть их очень длинными. Но, конечно, когда вы называете, вы должны опираться на какие-то реальные факты, стереи. Вот помните, была задача вот такая, а мы ее делали квартал. Но как бы в целом, наверное, с 80% вероятностью пишут все вот это. И я уверен, менеджеры вам будут благодарны за это, потому что они на самом деле хотят вот это услышать. Тогда давайте поблагодарим Константина за доклад. Спасибо. Спасибо. Спасибо.